Здравствуйте! Мы продолжаем нашу передачу «Слово эксперту». Сегодня у нас в гостях руководитель Центра медицинских экспертиз, врач, студент-медицинский эксперт Заикин Андрей Александрович. Здравствуйте! И сегодня мы хотели бы поговорить о таком вопросе, вот с которым сейчас очень актуально к нам все обращаются. Это рождение человека, рождение ребенка. Соответственно, это роды, родовоспоможение. Очень много сейчас женщин, которые у нас модные, и игнорируют показания врача, к примеру, к кесаревому сечению. Хочу рожать сама, а еще и дома, а еще и в ванной, а еще и где-нибудь еще. Случилось у нас, ну, извиняюсь, какая-нибудь все-таки трагедия, да, ну, либо какая-то травма, там, либо беда с матерью, с ребенком. В данном случае, кто здесь еще будет не соответствовать, что должны сделать врачи? Настоять, не послушать, если она уже находится в родильном доме. Что здесь должны сделать? Или женщина должна все-таки настаивать о том, что это она в мать, и она решает, как она будет с ребенком поступать. Есть даже такое понятие, что иногда мамы, ну, беременные женщины, которые уже неадекватно могут оценивать свое состояние. Вот этот вопрос хочу. Этот вопрос, если женщина находится в родильном доме, в стационаре, он не подпадает. Ей дают согласие на проведение тех или иных медицинских манипуляций. Если женщина не подписывает их, то, естественно, обращается к родственникам врачей, потому что они прекрасно понимают, чем это может окончиться, разъясняют им. Те, в свою очередь, проводят беседу уже с самой беременной женщиной. Как правило, это достигает положительного результата. Я, к сожалению, не знаю, как будут действовать врачи, если, допустим, женщина наотрез отказалась, убедить ее никто не смог, начались роды. Вы понимаете, роды, они... Ну, первый период, он вообще очень длительный, да, сам по себе. Второй период, непосредственно изгнание плода, он может быть... Ну, он тоже длительный, но короче, чем первый, да. Так вот, в момент, когда идет первый период рода, ну, я думаю, здесь врачи могут схитрить, в общем-то, уколов какое-либо обезболивание. В общем-то, вести женщину в состоянии эйфории, в заблуждение, скажем так, и просто выполнить свой профессиональный долг. Если женщина наотрез отказалась и осталась дома, говоря, что буду рожать здесь, да, и, в общем-то, ну, понимаете, если она вышла из женской консультации, пришла домой, у нее начались схватки, она не вызвала скорую помощь, никуда это не сообщили, то врачи, как правило, приедут тогда, когда случится, ну, как бы, что-то нехорошее, какая-то трагедия. Когда уже обматички, надо зовите врача. Когда уже, в общем-то, может быть и поздно приезжать врачам, но они приедут и, в принципе, выполнить свой долг. Констатировать. Ну, могут констатировать, а могут еще и спасти. Вот. Поэтому, вот, что касается именно роддомов, то, я думаю, здесь врачи найдут возможности выполнить то, что необходимо выполнить, да. А вот, что касается родов дома и всего прочего, если об этом не сообщено, если об этом не знает никто, то, согласитесь, тут что-либо помочь просто уже невозможно. Ну, вот, вы, как врач, 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 исходя из вашей практики, что могли бы сказать женщинам, которые хотят, скажем так, роды дома, в воде, в море или еще что-то потом? Ну, вы знаете, это какая-то экзотика, как вот говорят, да. Женщины вообще изначально и всегда рожали под присмотром более опытных женщин или врачей. Вот. Во всех нациях, во всех странах все это было не отдано не на самотек, как вот звери рожают, да, там, роды, а под присмотром более опытных, знающих людей. Поэтому роды должны проходить в специализированных учреждениях. И, несмотря на то, что вы считаете себя здоровой, что вы способны там самостоятельно все это сделать, ну, не играйте со своей жизнью и с жизнью вашего ребенка, потому что случиться может все что угодно. Вот я в самом начале пояснял, что существует такое осложнение отслойка, преждевременная отслойка, нормально расположенная плацентная. И у женщины начинается кровотечение. Кровотечение сильнейшее. А родов еще как таковых нету. И вот здесь наступит смерть и женщины, и плода. И помочь могут не успеть просто приехать. Ну, может быть, скоро и приедет. А вот довести до стационара и провести кесарево сечение могут уже не успеть. А что такое кровотечение? Ведь плод получает питательное вещество, кислород, через плаценту. А если она отслоилась, то у него наступает асфиксия. Ну, а чтобы было совсем понятно, то пяти минут достаточно для того, чтобы плод погиб. Поэтому мой совет, вот прислушаться к моим словам, может, я не так убедительен, но не рисковать ни собой, ни своими будущими детьми. Наверное, что все-таки вот это еще и мужья, но если не мужья, то мужчины, отцы, этих детей тоже вмешивались в состояние беременной своей женщины. Не вмешивались, а, наверное, помогали и объясняли. Более адекватно подходили. Потому что здесь вопрос идет о ребенке, о будущем гражданине, о будущем человеке. И здесь решает не только одна мать. К тому же, как мы уже поняли, бывают такие состояния у беременной женщины, когда она, скажем так, не совсем нормально оценивает ситуацию. Своё состояние, да. Спасибо, Андрей Александрович, за интересную беседу. Я надеюсь, наша сегодняшняя тема была интересна, была полезна. Ну что, после такого... Ну, вообще, могут быть вопросы. Пожалуйста, обращайтесь к нам. Будут вопросы звонить, обращайтесь, да. Мы постараемся ответить на них. Ну, желаем не встречаться с такими случаями, после которых, конечно, могут понадобиться наши услуги. Всего доброго, до свидания.